Спортсмены Хакасии готовятся отметить профессиональный праздник – День физкультурника. Раньше эта дата – вторая суббота августа. Была на слуху, сегодня о ней вспоминают лишь в узких кругах. Как обстоят дела с массовым спортом в нашей республике, выясняла Ольга Стельмах. Абаканский стадион «Урожай» в советские годы гремел на всю округу. Здесь готовились именитые спортсмены, тренировался и двукратный олимпийский чемпион Иван Ирыгин. А в конце 80-х прошли соревнования мирового уровня по вольной борьбе между сборной Союза и Америки. Мы тогда называли народным стадионом. Лучшие ребята, кто занимался спортом, были здесь. Сегодня же некогда популярный стадион приносит урожай разве что сорняков. Трибуны разобраны на футбольном поле бурьян. Ковер из травы затягивает и беговые дорожки. Константин Николаевич Тюкавкин возглавлял спорткомитет Хакасии многие годы. Вспоминает, в благоустройстве спортобъекта участвовали все. Невзирая на чины и должности. Мы идем по дорожке. Эту дорожку мне пришлось построить в Спартакеаде народов Хакасии в 1980 году. Лично принимали участие? Да, я подключил друзей, подключил директора техникума. Из давней тренерской гвардии равнодушных к проблеме брошенного стадиона нет. Но и помочь уже признаются не в силах. У меня душа болит так, но браться за это дело я уже не могу. Обидно, что такой труд и все это благодаря общественного труда. А это еще один стадион Абакана «Торпеда» в районе Гавани. Спортивное прошлое выдает лишь световая мачта и каркас от футбольных ворот. Пока места спортивной славы уходят в забытье, в Хакасии строят объекты новые. Так в Белом Яре Алтайского района в рамках программы Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий» возводят хоккейную коробку. Единственную на весь райцентр. Да так, что зимой ее можно использовать вместо горки. Поверхность настолько кривая, что наклон виден без всяких приборов. И потратили на это 3,5 миллиона федеральных рублей. Неудобно будет играть, конечно. Да, видно, конечно, что деньги пустые тратятся. При этом в Белоярском сельсовете уверяют, наклон нужен, чтобы весной сбегала талая вода. Вот только с углом явно не подрасчитали. Как меня заверили подрядчики, там сантиметров 20, если они взяли самую низкую точку, там угол есть очень низкий, а так где-то в среднем 10 сантиметров. Подрядчик делает по нашей заявке, то есть как мы это захотели, но получилось так. Мы уточнили у специалистов, перепад на хоккейной площадке возможен максимум в 2 сантиметра. Причем на глаз его точно не определишь. Но деньги вложены, дальше простая физика. Сколько зимой уйдет воды, чтобы залить кривую хоккейную коробку. Похоже, впору просить на эти цели очередной грант. Ольга Сельмах, Антон Новожилов, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.